Чехия! Мы отправляемся в Чехию. Где моя супер зажигалка? В этот раз супер зажигалка делает открывание пива. Для чего? Потрясающе. Я хотел сказать для сохранения пробки, но по-моему у тебя она не сильно нужна. Нет, она идеально сохранилась. Поэтому я ее найду. Хотя мы живем в такой стране, что нас наебать как два пальца обоссать. Я много катаюсь на стуле, потому что не могу опереться на подножку. Я знаю. Я в прошлый раз тут сидел, теперь ты всегда тут будешь сидеть, пока себе стол не починишь. Да не, не знаю. Перестань так делать. Почему? Потолки новые. Блядь. Я их красил. Мне казалось, ты говорил, что какой-то другой человек отвечает за бар. А, ну... У него потолки новые. Ну, будешь брать, я не знаю, иногда побаловаться. Побаловаться. Тю-тю-тю. Спиской. Всем привет! С вами канал Биркейс. Он Макс Афил. И сегодня у нас... Чехия. Хуехия. Хуехия. Короче, пиво варится с 1128 года. Это аббатское пиво. Его, блядь, варят монахи. Варили монахи. Сейчас его нахер никто не варит, никакие монахи. Но оно варится под контролем аббатства. Смысл такой, что... Типа, короче, монахи в курсе, что его варят. На Европу, на Россию, вот это пиво, что идет в Гримберген, оно не из Бельгии идет. Не освещают каждую бутылку. Специально для нас это пиво на импорт варится, блядь, во Франции. Но под контролем этих монахов. Монахи не участвуют ни в варках, ни хера. Они продали там свои права, там, Калсбергу, Хайникину. Радажная монахи. Калсбергу, Хайникину, такая херня. Имеют процент с каждой, блядь, варки. Вот. И смысл такой, что, короче, это все связано, тесно переплетено. Но, по сути, исторической ценности уже никакой не несет. Потому что штаммы фирм, перепокупивших эту херню, уже миллион. А в Россию эту штуку возят Балтика, блядь. Одним словом, бренд. Одним словом, бренд. Мы купили бренд. Ну, качество. Потому что все еще в России не возят, не варят. Балтика возит его, вот этикетки, подтверждающие то самое. То есть оно варится во Франции, с бельгийскими корнями. Балтика привозит, шлепает свои этикетки, продает здесь на масс-маркет. По акции эта херня стоит. Все еще продает монаха для контроля. Одного, одному. Ладно, не будем это сказать. А что, нафиг? Акунах. Феникс на этикетке и так далее. Очень красиво, мне так нравится. Это просто потрясающе выглядит. Смотрится хорошо. Это 0,33-й формат и так далее и тому подобное. Где моя супер зажигалка? В этот раз супер зажигалка делает открывание пива. Для... Для чего? Это отрицает. Я хотел сказать для сохранения пробки, но по-моему, у тебя она не сильно нужна. Ну ладно. Нет, она, я думаю, идеально сохранилась. Поэтому я ее найду. Первое, что мы пьем, это блонд. Супер мега прозрачный блонд. Короче, ну... Ты понял. Единственное, что... Это же бельгийцы и так далее и тому подобное. Это 6,7 оборота. Ого. Блонд. 6,7. Да. Смотри, какой краситель. Ой. Я заочно люблю это пиво. Я пробовал не все. Мы сегодня купили все, что смогли найти. Их, по-моему, всего 4, если честно. Пахнет обычным... Пахнет пеной. Обычным лагерком, песнорком. Ну, хотя бы пеная шапка приличная, да? Потому что я налил по-человечески. Вот, что я хотел рассказать. Забыл. Значит, пацаны в Питере вчера... Это уже не актуально на тот момент, когда вы смотрите, но все-таки. Пацаны в Питере вчера первый раз, по-моему, фестиваль. Могу ошибаться. Мне кажется, первый раз. Пиво-лоботомия, что мы так очень сильно любим. Они устроили фестиваль двух дней. Однодневный. А, нет. Однодневный. Лоботомия. Дэй. В 2 сессии льется пиво. Заговоры туда отвезли... DDH Epo их, по-моему, лифтовер-крейкер или что-то типа того. Вот этот, у которого у меня там единственная пятерка стоит. Такая типа тема. Ну там прям супер, блядь, круто. Вот это прикол. Слушай, наткнулся тут. Наворвались ролик. В Белоруссию посмотрел. Я видел, что не смотрел. Неплохой фест. А ты посмотрел уже, да? Да. Ну ладно, ладно. 50 процентов, так что мы еще можем посмотреть оставшиеся 50 процентов. В принципе, ну че. Ребята поднасцались. Как всегда. Ходили, гуляли, общались. Все хорошо. Много русских. Был заговор. Ну, понятное дело, был заговор. Заговоры везде есть, но это неплохо, потому что это очень вкусно. Ну и были почти все слитки, собственно говоря, российских пивоварин. Ну и были интересные белорусы, да. В этом надо уже разбираться дальше, выискивать их. Чувак, ну вот бельгийцы понюхай. Вот это приятно. Вот бельгийцы, они ебнутые. Слушай, ну вот, когда не пахнет ряпками. Я, блядь, никогда в жизни не ляпнул эту херню. Ну, действительно. Бельгийцы, они ебнутые среди европейских пивоварителей, пивоваров. Они занимаются какой-то реально вот дичью, блядь. Дичью, блядь. Ну и это всегда, конечно, круто. Охренеть. Согласен? Вот что ты скажешь? Это 7 градусов блонд. Ну, 7 градусов, кстати, не чувствуется абсолютно. Чувствуется. Но они замаскированы. Я бы не сказал, если... Хотя похвалы есть. Кстати, не так уж плохо перебивать. Ну, соленый, потому что... В первых плод. Я твердую тройку. Цветы, мед, все есть. Я такое себя чувствую, как будто ребенок, который восхищается чем-то новым постоянно. Но он крепкий, да? Я прям... Ну, вот пивасы, которые уже заходят новые, наверное, немножко переоцениваю. Но... Ну, 3,5. Даже так? 3,5. На послевкусии вообще медовуха. Ну, тут мёд есть, какие-то цветы. Но нет, не медовуха. Медовухи вы видели, да? Я там пытался скрючиться. На послевкусии. Чисто вот когда уже прошло время. Вот цветами пахнет, чувак. Делаешь глоток, это чисто хорошее. Хороший блонд. А что знаешь, цветы такие, типа, как соцветия, такие маленькие, какие-то кустарниковые, знаешь, я не знаю... Ну, это называется полевые. Может быть. Блин. Я не знаю, что я в них такой влюбленный. Но мне очень нравится, конечно, эта тема. Это хорошо. Это реально круто. Согласен? В любом году. В любом году. Больше тройки. И... Давай к следующему. Ролик будет бесконечный. Это прекрасное пиво. Всем рекомендую. Пробуйте, пейте. Это всё не зря. Моя оценка тоже 3. Я думаю. Это всё не зря. Потраченные бабки. Ну, не такие большие деньги, да? На акции... Вот по акции они что-то рублей по 78, по-моему. Там одно какое-то дороже. Сравни, да? За 0,3. С прошлым роликом за ту же цену. Ну, не с прошлым, а там где... Как он назывался? Гостевар. 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 Ладно. Дабл эмбер. Ну, ты понимаешь, да? Дабл. Сколько у нас дабл градусов? Ты чё? Как бы... Дабл эмбер это что? Это будет дюби. Почему тут написано 7 штук? Что тебе это меньше? 7 штук. 7 штук. 7 штук. Завезли в нашу деревню всего лишь 7 штук. Дабл эмбер. Дюбелёк. Хотя он меньше по крепости, чем блонд предыдущий. Этикетку посмотреть. Спинки хорошо. Этикетка, конечно. Держишь? Да. Этикетка бомбическая. Да у них всё нормально. Смотрите. На бутылке вот эти плюхи они заморачиваются. Ну, заморачиваются. Да. Вот эта вот плюха говорит о том, что это чисто иностранство. Да, да. Не печатаются здесь они. Хотя мы живём в такой стране, что нас наебать, как два пальца обоссать. Турю-турю-тум. Турю-турю-тум. Плечко. Как хочешь можно делать. Ну, вообще по поверию. Под нас варят во Франции. Ни херна не связано с Бельгией, блять, никак. Именно, ну, понимаешь, чтобы они его продавали. Бельгийцами, по бельгийским технологиям. Хуя, французами, блять, под бельгийским монашеским присмотром. Такая типа хуйня. Монашеским. Шезлов. А это он пилу прорекламировать могу, не знаю, Панкратс три года назад делал, там прямо вставки исторические, там, блять, заходишь в пиво посмотреть. Ну, серьезно. Вот у Панкратса смешной ролик. В том плане, типа, заходишь, посмотрите, чтобы чувак открыл пиво, такой раз попил, сказал, блядь, это хорошо. Ты такой веришь ему, блядь. Всем веришь, кто пробует пиво на видео, потому что это и делается для того, чтобы как бы устаканилась какая-то пивная полка в любом магазине. Пус очень хорошо. Вот. И Панкратс, короче, там ролик, допустим, 18-20 минут. Мне кажется, он в 15 минут пиздел об истории этого пива. Да, я тебе серьезно говорю. Он такой именно там, блядь, вставки вставлял с их официального сайта. Да, я помню, по-моему, это ролик. Ну, красавчик, в смысле. Все по-другому делали, да? Да, он уже так три года назад, у человека канал уже давно, он такой же гуру пивного блогинга. Очень хорошо. Жоночка немножко. Вот как Жонка, да. Она какая-то кайфовая. И Жонка в горечи прямо. Вот, ну, блин, не знаю, сбалансировано, офигенно. Жонка вот такая приятная. Насыщенность, сладость, сразу немножко терпкости. Еще это градус. У них нехилый градус в каждой бутылке, и он только потрясающе спрятан. А мы карамели. Смотрите, нас подписываетесь. Мы профессионалы. Мы готовимся к каждому выходу ролика. Не то, что всякие там... Эти самые. Это тройка. Это прекрасно. Я тоже ставлю три балла. Слушай, мне это пиво нравится, но прошлое мне понравилось более. Я здесь поставлю, наверное, 2,5. 2,5 у меня будет пиво. Это тоже очень хорошо. Я просто по темным пивасам вообще не угораю. В смысле, по темным классическим пивасам. Бельгийцы, немцы, это классический пивас. А вот если взять какой-нибудь русский имперский ста, вот так хуенно, блядь, я такое пиво могу пить много. Я могу еще портер какой-нибудь хуярить тоже, типа там, знаешь, ну прям путь пить его, пить любить и все. А классические пивасы, они такие, ну специфическое пиво, его надо захотеть. А портеры... Пирсов было, правда, это просто... Рисы, да, вот ты их, не то, чтобы захотеть. У тебя пришла осень, а у нас осень в России, она, типа, 9 месяцев. И ты такой, вот любой этот вечерний холодный вечер, не знаю, холодный день, берешь этот рис, блядь, и он просто идет охеренно. Ты не грузишь в себя там 2 литра пива, пьешь 2,03 и тебе ништяк и вкусный вообще кути. А вот классический пивас, его все равно проливать надо, прямо нехило в себя. Вы такой небольшой поклонник, вот блонд... Я знаю, это, да, легкий, легкая классика. Нихуя не легкая, всем оборотам классика. Она питкая, ароматная. Она насыщенная прямо, верно? Ну, то есть это... Ну, не перенасыщенная тем, чтобы можно было, нельзя было выпить 2 бутылки, да легко. Ну, как бы, если хочется, легко. Чувак, вот делаешь даже большой глоток, он же довольно, ну, алкогольный, не алкоголя нифига, просто хренеть, да? И даже если учесть то, что это по лицензии-лицензии, по лицензии-лицензии, и хуй куда сварено специально для того, чтобы продать. Офигеть, вот это отношение к пиву. Вот это я понимаю, да? Слушай, вообще по этикетке, по подаче, я бы сказал, что это какая-то фестовая история такая. Почему? Ну, потому что вот такая подача, такой уровень пива, это прям надо рекламировать, как гермейстер на фестах. Они вот так и рекламируют, я думаю, просто не на стороне. Посмотри у них. Вот это и должно быть, по-моему. Это нормально будет заходить. Ты видел ролик на официальном... А, кстати, забыл поговорить. Хотел посмотреть их аккаунт в Инстаграм и нашел их аккаунт в Инстаграм. И это первый раз в жизни, когда я столкнулся с аккаунтом в Инстаграм, на который нажимаешь, а там написано, что типа я ставлю, я сделал принсклим. Типа, нельзя просматривать на территории вашей страны. Опа. Меняю регион. Да, да, ну то есть это, это, да. Это то, что мы будем делать. Я тут недавно на Пикаву посмотрел очередную закидонку, картиночку по развитию цивилизации, освещения, городов, инфраструктура... Филипп развивается. Инфраструктура дороги, инфраструктура поездов, инфраструктура авиакомпаний, то есть аэропорты. Ну, блин, по городам, вот это, что освещено из городов, короче, вот просто черное пятно, блядь. Африка, Россия и, блядь, Южная Америка. Ну, как страна? Или города какие-то? Ну, не, там прям кусками, блядь, большая часть Южной Америки, большая часть Африки. Ну, у нас светится Москва и Питер, блядь. У нас, знаешь, как, блядь, Россия светится. Вот такой какой-то аппендикс идет, ну, захватывает Москву. Блядь, и все, и темнота. Тема, ну, ладно. Это так просто. И, знаешь, блядь, такая тема, ну, в смысле, там, по размеру территория. Вокруг все светится, блядь, Россия, блядь, ну, ладно. Вот поэтому вот в этих темных местах Россия и пил всякие... Что? Балтики-семенки, арсенальные девярки. Поэтому такие продажи. Если б везде, блядь, подсвечивали, народ бы смотрел, понимал, что, типа, ты... Что, блядь, вокруг люди. Ты идешь по городу в магазин пиво купить. Ты, как бы, с темной улицы в магазин заходишь, блядь, что увидел, блядь, семерку-балтику схватил и, пиздец, пошел себе варку выпил. А если, как бы, везде светло было, ты, как бы, светло там, светло здесь, заходишь, смотришь, о, Гринберген, и берешь его, как бы, как нормальный человек. Вот я тебе говорю, так это работает. Мы раскусили, давай, следующий. Гринберген, это Роук. Я много катаюсь на стуле, потому что не могу опереться на подножку. Я знаю, я в прошлый раз тут сидел, теперь ты всегда тут будешь сидеть, пока себе стул не починишь, блядь. Да, не, да. Короче, Роук, это будет красный Эль, наверное. Я так понимаю, что... И это будет еще что-нибудь, сто процентов, с ягодками. Вот, совершенно вельгийская история, потому что оно красное. Рестань так делать, блядь. Почему? Это потолки новые. Блядь. Я их красил. Мне казалось, ты говорил, что тут какой-то другой человек отвечает за бар. А, ну... У него потолки. Женское пиво, много налил. Ну, как женское, в смысле, это пиво унисекс, но это женское пиво, сто процентов. Ну, выглядит как ягодка. Потому что это ягодное пиво. Пахнет это просто... Я еще нос не поднес. Это просто божественно. Чего же я вообще вас так люблю? Гринберген. Что, черное сморозье? Дайте денег, или на нашей территории нельзя просматривать ваши аккаунты. Ну, это уже в черной смородине, хотя это все-таки лесные ягоды. Черная смородина, ну, это... Культивируемая. Культивируемая. Вот. Агрокультура. Нет, это черника во вкусе. Черника. Черника во вкусе. Чистейшая вообще. Даже если это подкрашено чем-то. Вот или медовуху более хуевую по вкусу, чем... Тут как будто настоящее, да? А там юпи, реально юпи было. Вот, серьезно. Медовуха будет здесь. Юпи, блядь. Не знаю, в гугле, но мне кажется, что это черника. Во вкусе прям черника галина. И прям приятно, да, действительно. Скрывается. Малина и клубника. Малина и клубника. Нормально. Получилось черника. Не чувствуется химичности вообще. Вот кто-то в комментарии. После вкуса ощущается небольшая горчинка, как от косточки. А мне черника. Нет, по запаху клубника сладкая, вот посмотри. Клубника гнилая, да. Ну, такая вот эта, когда мягкая. Да, да. Точно не малина. У малины очень свежий вкус. Она тоже полу-дикая ягода все-таки. Ты понимаешь, да, кого искать в магазинах в ближайшее время? Ну, то есть, прям какой-то сейчас период Гринбергена у меня начнется. Вот это 3,75. 3,75. Нет. Я 3,5 поставил. Да, 3,5, даже 3,25. 3,75. Ну, вообще, просто, ну, сорт не мой. Вот, не люблю. Ну, вот это и есть, типа, бельгийские сорта. Вот они малину там делают, они там вишню делают, знаешь, вот. Ну, вот вся их вот эта фишка. Сорт не мой, но, блин, это хорошо. 3,25? Это хорошо, 3,25. Я 3,5 отвечаю. Я на учебу. Это пахнет вкусно. Это по вкусу... Бля, ребята. Это, блядь, охереть. Это одноразовое пиво. Не-не-не-не, у меня это многоразовое пиво. Вот этот сорт конкретно... Шесть оборотов. Ну, будешь брать, я не знаю, иногда побаловаться. С пиской. Как жену угостить, ладно. Я, если жену угощу, она эту штуку подсядит. Не, на самом деле, я могу такое пить много-много. Мне очень нравится. Быстро соскочу и захочу горечь. Я люблю ароматные хмеля. Даже если они не очень горькие, но очень ароматные. И со своим индивидуальным вкусом. Тут все шифровано, все скрыто. Не знаю, что тут за хмель использовал, но чувствуются ягоды. Надо было бы по-покупить. Ягоды вкусные, все приятно. Это настолько приятно, что я в шоке. А есть такие? Представайте пить свою яблуху, ягу, что вы там пьете? Отвертки эти всевозможные в банках. Пацаны, реально, девчонки, точнее, пацаны, блядь, не должны вообще те яги в смысле пить. Вот это лучше. Всякой дичи. Это крепко достаточно, да? Что там 7 градусов, 7 из чем-то, что здесь? 6. Произорно крепко пиво. Все в порядке. Я к тому, что такие люди тоже, наверное, есть. Ягу там пьют и так далее. Наши пацаны правильные, хотя эти тоже правильные. Похуй, все правильные. Я к тому, что есть люди, 100%, которые девушки им кричат, ты постоянно пеший пить свое пиво, блядь, тратишь на него деньги. Это не из личного опыта, отвечаю, у меня такого нет. Но я наблюдаю такую картину в своем окружении. И ты говоришь, слушай, если тебе не нравится горечь пива, ты его не понимаешь, вот сбалансированная горечь со сладостью, вот это покупаете своей девушке, она говорит, ну да, блядь. Здесь нет юпи, здесь нет юпи, здесь нет химии, здесь ни хрена нет, не во вкусе такого. Ну то есть, здесь все прямо хорошо, прямо хорошо. Если честно, я такого раньше, наверное... Не, я еще тащусь с криков. Я стану и выйду. С криков всяких, ну, кисловак. Пиво сейчас попробуем от Гринберген и будем подводить итоги. Ну, итоги уже всем на самом деле понятны, мы уже так супер-мега хвалим всю эту историю. Потому что это супер-мегаинтересно. Это очень вкусно, очень качественно сделано. Я, блин, столько смотрел на эти бутылки и так и не взял, не попробовал. И не почитал даже о них. Шишками пахнет. Я, конечно, тот еще и Гринберген. Не пивными. Я открыл, пахнет шишками. Это у нас баланчик. Чисто пшеничка. А пшеничка что? Мы все любим пшеничку. Прелые бананы. Какие разы прелые бананы? Есть. Почему? Шишки, блядь. Шишки конопли. Вот сейчас, дождя, все. Надо им подышать. Да-да, чуть-чуть. Тут прям все про появляется. Цитрус. О, вот это хора. Ну, да это понятно. Иностранцы, вот немцы, там, бельгийцы, чехи, когда делают пшеничку, они делают хуин. По запаху это в пять раз лучше, чем по вкусу. То есть, ну, запах вообще бельгический. На вкус, ну, просто. Я не согласен. Шесть оборотов. Ну, ничего просто выделяющегося. Нет вот той кислинки, которая должна быть в Айсбери. Немецкая, вот эта вот, вот кислинка, блядь. Знаешь, пшенички. Вот здесь ее нет, здесь сладость и горечь. И мне такое телево нравится больше. Ну, ладно. Не, это, это... Я бренд, там, Аббассадор, Гриндер. Что мы там самое первое выпили? Блонд у нас был. Блонд, хорошо. Блонд, хорошо. Блонд, потрясающий. Блонд я хочу. Блонд хочу покупать. А с остальным пока вопросы. Ну, вот Роуч, который был получемный, да? Это, да, это побаловаться вообще хорошо. Побаловаться, не более чем. Это у нас чего? Это у нас чего? Это у нас дабл эмбер. Вот мне дабл эмбер вроде бы не менее. Пшено охуенно. Пшено для любителей пшена. Ну, все хорошо. Все хорошо, в целом. Пиздато. Ну, это... Я другому слову подобрать не могу. Это пиздато. Хорошо? Это не назовешь. Это назовешь пиздато, учитывая то, что такую херню никто не продает, блядь, в барах и так далее. Оценочки, оценочки. А последнему пиву перед подведением этого мы дабыли. Ну, вот это... Это моя пшеничка на три. Это вот моя пшеничка на три. Это вот хорошая пшеничка, попадание великолепное, запах бомбический. Для меня почему-то классическая пшеничка, чуть-чуть кислящая. Запах, я не знаю. Это не кисли. Если ты бросаешь курить, вот тогда можно вот эти все ароматы ощутить. То есть, ну, более или менее тут насыщенность тонких ароматов. Все хорошо, с ароматом прекрасно. Со вкусом у меня есть вопросы. Мне не хватает насыщенности. Мне не хватает, блин, пшеничной пшенички. Ну, кислятины, блядь. Или сладости. Пшеничка, она кислит, да, после вкус. Вроде как классическая. Ну, не вроде как, блядь, она как кислит. Мне это она и надоедает. Бананит и кислит. А это бананит и сластит. И мне нравится такая. И это бананит и хмелит. Хмелят они все. Они в бобен накинут. Это 0,33 бутылки. Это первая, наверное, ну, не первая. А ты имеешь в виду... Это первая одна из немногих пшеничек, где я чувствовал хмели. И прям не все провалено, а чисто в соло. Есть хмель отчетливый. Все нормально. Ну, это 2,75. Кравдепо, это едем же? На Кравдепо едем обязательно. Причем я немножко разочаровался в Big Crap Day. В плане того, что мне нравится атмосфера в таких фестивалях. Мне нравится, я имею в виду, в пивных фестивалях. Мне нужна атмосфера. Мне нужна общий настрой. Мне нужна какая-то бляжуха. Суета, чтобы мне хотелось во все это влиться. Какого-то там больше Big Crap Day, конечно... Такого не бывает. Все равно куча не тусуется, которыми приехали. У нас нет общества блогеров или общества начинающих блогеров. Или общества недоблогеров. Или общества... Биг Кравдепо, короче, тройку десяток неадекватных пьяных тел, которые заебываются до каждого пивовара. Да, заебывают их до боли в душе. Ну, в основном это все сухо и странно. Если бы не эти бьющиеся стеклянные стаканы, вообще было бы уныло, если честно. Просто унылое крем. А вот это хоть как-то подбадривание... О-о-о, че, и волна пошла. Это нормально. Ну, бараха, да? Едем, да. Пейте в меру. Пейте правильное пиво. А любое пиво правильное, если вы так считаете? И, ребят, не ленитесь, разбирайтесь в пиве. Выходите из темноты. Переходите на новые уровни развития, потому что ничего в этой жизни легко не дается. Подписывайтесь на нас. Мы ваши уровни развития. Пока. Или, может быть, счастливо.